Привет тебе от Рыбакит Папа Рисует, меня зовут Ватя, сегодня я хочу нарисовать золотого петушка, гребешка из сказки, из многих русских сказок, и я думаю просто можно петушка, но я его более золотого нарисую. Рисовать буду фломастером, как нравится, как Рыбакит называется, на белом листе бумаги, с хорошим настроением, раскрашивать буду лосковыми мелками, называются мультики фирмы Гамма 24 цвета, и скорее-скорее-скорее петушок. Смотри, петушок у меня будет сидеть на чем-то, на крыше, он же золотой, он кричит кукарику, там царь спасай всех, да, и в общем самое главное, что он золотой, конечно. Начнем петушка рисовать с тела, давай тело нарисуем, вот такой овал, и постарайся этот овал посередине нарисовать, чтобы он вот тут ни слева, ни справа был, и как бы ровненько стоял, да, отлично, получилось так. Так, теперь голову, голову чуть назад откати, вот не вот здесь вот он сюда смотрит, да, а чуть назад, и такой вот, вот такой, такая большая голова, круглая голова. Нарисовал? Я все поэтапно показываю, все, не спешу, дальше, дальше, теперь шею, шею же самое главное нарисовать, шею соединим, раз и два. Соединим такой толстый шею, крепкий петушок такой, кукарику, здорово. Так, голова, конечно, маловатая, но такой вот он птичка. Что есть у петуха еще? У него есть большой хвост, я его рисую так, смотри, полукругом так рисую, и раз сюда, и стараюсь так кругленько сюда, да, кругленько. А теперь второй раз, и раз сюда, и стараюсь так кругленько, да, так рисую, а теперь и два сюда, и три сюда, и получается у меня три перышка для моего золотого петушка, три золотых перышка, хотя, может быть, они будут оллы, ну, ты сам решай, такие цвета у тебя. Дальше, что мы рисуем, что у петушка есть, что такого там, что самое главное нужно? Я думаю, крылышко и клюв. Клюв рисуем так, чтобы он кричал, я хочу, чтобы он кричал, он кричит. Крылышко, крылышко просто так нарисуем, крылышко вот такое, вот так нарисуем, просто, но зато сразу понятно, что это крылышко. Крылышко есть, клюв есть, а чтобы петушок был, золотой гребешок. Раз, два, три, золотой гребешок, и, конечно же, бородушка, борода. Такие вот большие штуки, я не знаю, как это называется, но они выглядят, конечно, потрясающе. У людей нету, хотя борода есть у людей. Вот у меня чуть не растет. Так, что есть еще? У петушка есть ножки, ножки, лапки нижние, да, и мы их рисуем в таких штанишках. Я нарисую в штанишках, но они будут рядом стоять, потому что он стоит на одной круглой штучке. Я ее сразу нарисую, чтобы тебе было понятно, вот на такой штучке. Это крыша, это самый верх, пик крыши, и здесь как раз стоит наш петушок, вот так. Раз, одна, один подштанничек, второй подштанничек, а теперь лапки так соединяем, раз, раз, и сюда, да. И он такой, эээ, держится, ну, не знаю, так его царь посадил и говорит, следи, петушок, за нашим царством, государством. И не хватает, конечно, все, мы нарисовали, кроме глаза. Глаз, я думаю, что можно нарисовать даже такой кругленький и классный, с таким вот, вот такой глаз. И можно еще перышки, вот так, раз, два, три перышки. Отлично, раскрашиваем, петушок готов. Все поэтапно мы нарисовали. Прям не спеша, из сказки, из сказки Пушкина, или просто петушок шел мимо, залез, и давай зайца спасать, да. Начнем раскрашивать. Я начну с желтого, как-то мне нравится золотой же петушок, я хочу золотого нарисовать петушка. Раскрашиваю я восковым мелками, я думаю, это самый доступный, демократичный вид рисования, раскраски. Мне нравится, потому что очень ярко, очень мягко, легко, не надо давить, они не пачкаются, руки чистые, да. И, собственно, их много. Чем больше цветов, тем лучше. Родители некоторые спрашивают, сколько цветов нужно для начала. Я так думаю, если малыш совсем маленький, то, конечно, нужно немного цветов. И, ну, там, шесть вполне достаточно, но, в принципе, если мы уже 3-4 года, то можно попробовать побольше. А от 5-6 лет, я думаю, 24 цвета хорошо, потому что многие желтые похожи, к примеру, красные похожи. Даже если какие-то потеряются, можно использовать дальше. Так, теперь все с желтеньким. Раскрашивать трудно, я советую ребятам, маленьким, юным художникам, не стараться очень сильно и тщательно раскрашивать, да, прям, чтобы рука не уставала, да. Как раз от маленьких, тоненьких мелков не будет уставать рука. А уже, когда ты уже научился раскрашивать и не тормозишь, а быстро раскрашешь, то тогда уже можно поровнее раскрашивать. Вот сейчас я, например, взял, желтым покрасил, теперь добавлю оранжевого, он начинает золотеть. Такой поджаристый петушок будет, сюда оранжевого добавлю, где хочешь, добавляй оранжевого, мне нравится вот сюда, сюда. Я его, наверное, да, так и сделаю, он у меня будет золотой, мне очень нравится золотой цвет. Здесь полосочки такие, вот штришочки можно нарисовать, штришочки, очень красиво штришочки смотрятся. Здесь тоже штришочки, так, 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 и дошли до красного, а нет, оранжевым вот здесь клювик, конечно же. Так что с цветами разобрались, с раскраской разобрались, теперь с самим петушком. Петушок, петушок, золотой гребешок, выгляни в окошко, дам тебе горошко. Это не из той сказки, но когда Пушкин написал, мне очень понравилось. В детстве я читал, как он написал про петушка и царь спасал-спасал свое государство, а потом все-таки кончил плохо, да. Это, конечно, жалко, но петушок старался, помогал, сам петушок не виноват, он как мог помогал, так что петушка мне всегда как бы жалко. А еще мне жалко, что про него потом забыли как-то и потом все уже пошли про других рассказывать, а про петушка забыли, вот это мне жалко. Из-за этого я возвращаюсь сегодня к петушку и говорю, что петушок не виноват, он старался как мог. Он спасал государство и указывал, где враги и, в общем-то, надо спасать было и ехать, воевать с врагами, а вот закончилось все плохо. Так что петушок хороший. Так, раскрашиваем. Я нарисовал такие маленькие облачка и я думаю, что я не буду раскрашивать весь фон. И тебе тоже не советую. Мы учимся, мы с тобой нарисовали классный рисунок. Раскрашивать фон сейчас не обязательно. Мы здоровские ребята, мы молодцы. Нас нужно похвалить маме. Маме большой привет передай, если ты подаришь ей этот рисунок. Немножко добавь розовенького в свои облачка. Мама поймет, что ты старался и любишь природу, потому что, видишь, ты замечаешь, что иногда облака будут розовые, когда ты смотришь на небо. Сказки продолжаются. Петушка я нарисовал быстро. Это такой разминочный рисунок для меня, когда я сажусь и много рисую всяких интересных рисунков, а на канале Рыбакит их много. Я тебя зову и приходи ко мне в гости. И на YouTube, и в Instagram. Еще впереди у нас много сказок, потому что я их читаю, даже, можно сказать, вспоминаю, когда я вспоминаю одну, потом зацепляю другую и хочу ее тоже нарисовать. Так что в ближайшее время у нас и Леший, и другие герои наших русских и зарубежных сказок. Читаем, по крайней мере, рисуем, немножко вспоминаем, обсуждаем. Я рассказываю то, что я думаю. Петушок классный парень. И всегда хорошо себя ведет во всех сказках, мне кажется. Чудесная птица. И такую очень хочется нарисовать. Хороших рисунков. Приходи еще. Пока-пока. Продолжение следует.